Привет, дорогие зрители! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Сегодня мы поговорим о маленьких печах для очень-очень маленьких парилок, про одну серию печей. Но прежде лирическое отступление. Дело в том, что если у человека маленькая парилка, то производители думают, что у человека мало денег, очень-очень мало, и делают очень-очень маленькие дешевые печи, экономят на разных элементах, и большинство таких печей, они предназначены скорее для сауны или для геноцидки 100-градусной, чем для режима русской бани. Я по пальцам правой руки могу пересчитать печки, которые предназначены для парилок 8-12 кубов, которые подходят под режим русской бани. Вот это именно заводского производства печи. Сзади меня находятся две печки, которые называются «Аврора» и «Аврора Трио», а посередине стоит некий новый прибор-девайс, который позволяет получать мелкодисперсный пар с этих печек. О нем я скажу в самую последнюю очередь, потому что я хотел бы снять обзор именно сначала по печкам, а потом показать, благодаря чему эти печки станут давать мелкодисперсный легкий пар, как в русской бане. Печи эти производятся компанией «Грильд» уже достаточно давно, и эти печи – реальный хит в магазинах. Человек приходит в магазин, выбирает из ряда маленьких печей именно «Аврору». По каким причинам? Я вам сейчас все покажу. Это будет вообще все по чесноку. Вот, смотрите. Человек пришел в магазин, и стоит ряд печек, которые предназначены для маленьких парилок. Каким-то образом, я не очень знаю, почему так, но если человек хочет себе маленькую печку, он хочет, чтобы она топилась из парилки. Поэтому ряд производителей делает маленькие печи с укороченным топливным каналом. Вот, печи «Аврора Трио» и печь «Аврора», они имеют разные модификации. Я вот сейчас нахожусь на складе производителя. Вот, видите, сколько тут всего интересного. И я попросил распаковать именно печи с укороченным топливным каналом, потому что бывает еще и с длинным топливным каналом, с большим стеклом. Но вот это вот самые хиты за счет того, что канал короткий. И мало этого, тут есть еще и стеклышко. Вот такое вот. Поэтому печи пользуются популярностью, потому что почему-то другие производители, если они производят печи маленькие, из нержавейки или из углеродки, они почему-то никогда не делают стекло. А стекло для покупателя очень важно. Даже он готов переплатить там полторы-две тысячи рублей, чтобы получить себе стеклышко, через которое будет баня-парилка освещаться. Можно вот париться с закрытым, без света. Ну, вот как я люблю, допустим, так делать. И вот производитель Грильд делает стеклышко. Его диаметр сколько? 20 сантиметров. Небольшое красивое стекло. Дальше. Я хотел бы вам сказать еще про маленькие печи. Не обязательно про эти печи, а вообще. Вот вы пришли в магазин выбирать себе маленькую печку. В большинстве случаев вы увидите вот такую конструкцию. Она может быть круглой, она может быть прямоугольной. Но, посмотрев сверху, вы увидите вот такие вот щели, через которые видны пол. Я думаю, что вы в комментариях сразу же скажете, что это за печи. Но, к сожалению, изготовлением маленьких печей занимается мало заводов. И все делают вот эти щели. Они решают одну проблему, но создают другую. Проблему они решают следующую. Так как здесь в маленьких печах можно положить килограмм сорок камней максимум, то при больших поддачах воды, если не будет этих щелей, то вы получите режим кастрюли, когда вода не будет иметь возможности слива и будет кипеть. И получится очень сырой пар. Вот для того, чтобы этого не было, есть щели, через которые происходит слив излишков воды на пол. А пол у вас должен быть, естественно, либо плитка керамическая, либо лист нержавейки, либо бетонное основание. Какую проблему они создают? Я думаю, если вы смотрите мой канал, вы уже понимаете, как вы. Холодный воздух заходит снизу и охлаждает те камни, которые лежат вот здесь. То есть и здесь камни воздухом холодным охлаждаются, и снизу выходят холодным воздухом охлаждаются. И именно по этой причине я раньше не снимал эти печи. Я всегда говорю все честно. Но теперь есть вот такое устройство. Это такая затравка такая, да? Которая решает эту проблему. Проблему получения мелкодисперсного классного пара для режима русской бани. Итак, мы поговорим сначала о конструктиве печей. Эта печь конструктивно идентична вот этой печи. Это Аврора, а это Аврора Трио. В природе существуют аналогичные печи, которые состоят из топки, каменки и уже встроенного бака. Здесь поговорим о баке. Бак здесь на 60 литров. Он весь в этикетках с контролем ОТК. Сделан он из 430 марки нержавейки. Толщина его 0,5. Труба у него 0,8 или миллиметр, я не помню. Но главное, что я могу рукой нажимать, и дымоход не сгибается. Значит, это специально бак для дровяной печи. Сверху бака одевается вот такая вот крышка, которая сделана из углеродки и вся прокрашена. Сейчас я рулесочку уберу. Одевается он просто сверху. Вот так вот. И крышка закрывается вот так вот. Так как это монолитная, грубо говоря, конструкция, тут есть очень интересная особенность. Видите, здесь лазером прорезано, так что можно выдавить две вот такие вот заглушки с этого бока. И вот с этого бока. Вы видите здесь щель. Это щель-допуск конструктивный, чтобы можно было поставить бак. Зачем эти заглушки? У бака есть сосочек, через который можно выводить воду. Для этого здесь и нужны две заглушки, чтобы можно было сделать по-разному вывод воды. Дальше бак надевается на трубу по дыму. Потому что в банных печах высокая температура и монтаж дымохода можно осуществлять по дыму, а не по конденсату, потому что конденсат не образуется на высоких температурах. Мы видим здесь рекламный проспект, который производитель сюда прикрепил. И на баке мы увидим всякие отметки, клинопись. Это все качество ОТК. Кстати, раз мы говорим о качестве, я хотел бы еще посвятить некий момент для продавцов печей. Те, кто продает грильд, они и так все знают. И для покупателей, которые покупают через интернет-магазины. Обратите внимание на упаковку. Бак, допустим, упаковывается в стрейч-пленку, заматывается. И вот такой вот короб. Он весь там в маркировке. Короб сделан из очень-очень твердого картона. Я его пытаюсь смять, и это происходит с большим трудом. Многие производители делают почему-то мягкий картон, и там внутри все мнется. Дальше про упаковку печи. Печь вот так вот со всех сторон прикручивается к поддону из досок. Это ее упаковка печки. Она вся обклеена этикетками. И давайте посмотрим. Картон точно такой же, как я вам показывал. Вот тут есть еще одна особенность. Значит, все печи в очень плотный полиэтилен закрываются. Так я выну его. Смотрите, здесь еще обрешетка из дерева. Вот так, чтобы не было сомнений, что это только одна единственная упаковка имеет обрешетку. Давайте посмотрим и другую. Пожалуйста. Итак, и так, и так. В общем, я вам про упаковку сейчас все показал. Переходим дальше. Дальше лучше перейти к дверцам. Обратите внимание, здесь для транспортировки, чтобы ничего не побилось, не покоцалось, дверца пластиковой стяжкой закрывается. Я первый раз такую вижу, но вот так делает производитель. Правильно и верно. Дальше. Переходим к той дверце, которую я уже открыл. Она право-левосторонняя. 20 сантиметров вот здесь. Можно прикреплять, чтобы открыть ее с этой стороны. Можно ее прикреплять так, чтобы открыть с этой стороны. Открываем, смотрим. Дверца посажена на рамку. Никаких точек здесь нет. Уплотнительный материал. Это не шнур, это какой-то иной материал. Не знаю какой. И идем дальше. Здесь у нас зольный ящик длинный. И это мне странно, как такой может быть длинный ящик. Значит, топка длинная. Сейчас все посмотрим. Колосник здесь из углеродистой стали марки 0,9 B2S. Она же кокловая сталь. Вот такой вот колосник. Он работает реально долго. Это не первый ролик я уже снимал с этим колосником. Он ничуть не хуже, чем чугунный. По той причине, что это не просто углеродка, а котловая сталь. Сейчас я рулеткой померю, вам покажу. Почему? Ну вот, сами видите, толстый. Идем дальше. Давайте рассматривать интересные вещи. Это топка. Топка имеет длину аж 40 сантиметров. То есть на маленьких печах обычно маленькая топка. Здесь эта проблема решена. Топка большая для такой маленькой печи. Дальше. Давайте посмотрим жерло, через которое попадают дрова. 20 сантиметров. Маленькое жерло. Но что вы хотите от маленькой печи? Не. Размер же, как у большой. Все должно быть компактно. То есть здесь все нормально. 20 на 20. Конечно, большие пни сюда не пролезут, но пролезут колотые дрова. Смотрим дальше. Топка. Она представляет из себя гнутый металл с минимум количества сварки. Значит, печка проработает долго. Это 0,9 Г2С. Котловая сталь. На своем канале я уже показывал, что тупки, сделанные из 0,9 Г2С, работают даже в общественных банях и работают долго. Дальше, дальше, дальше. Смотрим. Дальше посмотрим толщину. Здесь пятерка. Прямо я сразу вижу. Толстая эта часть. Скорее всего, топка сделана из трешки, но все термонагруженные элементы сделаны точно из пятерки. Вот это вот точно пятерка. Так. Идем, идем, идем. Опа. В верхней части я вижу то, что очень-очень редко делают производители в печах маленьких. Они стараются экономить и делают либо какой-то похабный зуб отбойника, либо вообще его не ставят. Здесь зуб отбойника идет на практически всю плоскость, закрывает выходы газов, и газ проходит только через эти небольшие щели сантиметровые или полутора сантиметровые. Лучше всего это видно вот на этой картинке. Так. Да, давайте возьмем руководство. Положим пока на секрет на этот прибор и посмотрим различные размеры. Вам же размеры интересны? Все очень компактно. 60,615 в ширину. Так как печка круглая, то и размеры тут вот. Можно диаметр окружности смотреть. Так. Так, все, сами видите. Чего мне цифры озвучивать? Не буду я. Ну, кроме одной цифры, ее высота. 1430. То есть, даже если у вас парилка маленькая, невысокая, то влезет в любую. Звук раздался, аккумулятор заканчивается. Ну, ничего страшного. Я сейчас возьму съемный аккумулятор. Вот печка в разрезе. Видно, как работает зуб от бойника. И давайте посмотрим технические ее характеристики. Где-то вот тут. Просто поставьте на паузу и почитайте размеры. Шот это с 2-х сантиметровым выносом, а трио. Это, скорее всего, с 20-ти сантиметровым выносом. Дальше, что видим. Серийные номера. Контролер АТК все проверил. Я снимал ролик про АТК на заводе гриль. Так что, сами можете посмотреть, как это все работает. Система АТК. Вот, собственно говоря, тут всякие серийные номера. Все обклеено наклейками. Можно сравнить. Вы знаете, там люди в интернете разные. Говорят, там номера разные. Там это бла-бла-бла. Но, смотрите, вот серийный номер. Вот серийный номер. Так что, если что, звоните на завод и спрашивайте вот этого человека. Но это вряд ли, если что. Я сейчас возьму зарядку, потому что боюсь, что аккумулятор отсядет во время съемки. Где-то он у меня был. Сейчас, сейчас, сейчас. О, найден. Идем дальше. Про топку я рассказал. Про верхнюю часть топки она же каменька рассказал. Печки конструктивно похожи, вообще идентичны, отличаются только вот этой вот частью. Что могу сказать еще? Дизайн здесь прилизанный, красивый. Ну, вот по дизайну что-что, а проблем нет. А та проблема, которая была, решает вот этот вот прибор. И что? Вы ждете, наконец, когда же я расскажу, что же это за прибор. Уже, наверное, даже половину ролика не смотрели, а взяли, прокрутили. Давай, Толяныш, показывай про прибор. Про прибор. Это правая пушка, которая набита чугуниной, чугунными шарами. Вес этой пушки одной рукой тяжело. килограмм девять. Заливочная горловина, заливная. Посмотрите, с чем. С обратным клапаном. Вообще, красота. То есть, вы в нее заливаете воду, подаете, обратно пар не выскакивает вам в лицо, а попадает на чугунные шары и выходит вот через эти отверстия в камне и еще раз доводится. Таким образом, давайте, я поставлю телефон на штатив и снаряжу. Да, о, мне сейчас помогут. Давайте, помогайте. Ставится она вот так. Смотрите, как прикольно сделано. Я первый раз такое вижу. Она еще греется. дымоход! Исходящие газы. То есть, температура шаров тут ну пипец должна быть. А сверху вы еще загружаете вот так вот все камнями. И таким образом, когда вы делаете залив воды, вы получаете офигительный пар. А если вы перелили, влилили сюда в ведро, то остатки воды выльются вот в эти вот щели. Таким образом, эти щели начинают работать именно так, как должны работать не на охлаждение камней, а именно на то, чтобы излишки воды уходили. И тогда вам уже все равно холодные здесь камни, горячие здесь камни, холодные ли здесь камни, горячие ли они здесь. Я понимаю, что сейчас у потенциального зрителя может возникнуть вопрос, а не будет ли вонять металлом. Значит, отвечаю так. Любой чугун, если им редко пользоваться, ржавеет. Да вы уже видите, в принципе, что он ржавый. Уже изначально. Поэтому сначала нужно эту деталь прокалить, то есть два-три раза протапливать баню по часу, по два, делать большие поддачи воды сюда, и таким образом вся ржавчина уйдет. Вообще, касаемо чугуна, его использования, его хорошо использовать в коммерческих банях, там, где чугун проливается водой постоянно. Собственно говоря, чем чаще вы пользуетесь печкой, тем меньше у вас запаха чугуна. Кто-то чувствует запах, кто-то не чувствует запах. В общем, нужно этот прибор прокаливать. Он сделан из углеродки, но изнутри прокрашен краской, как мне кажется. Хотя я врать не буду, не знаю, но я думаю, что здесь учтено то, что это углеродистая сталь. а может и неучтено, не знаю. Почаете из маленькой парилки то, что обычно люди не получают, то есть режим сауны они получают, вы получаете мелкодисперсный пар и режим русской паровой бани. Давайте мы эту штуку поставим теперь на следующую печь. То есть, видите, конструктивно она идентична и ставится точно так же в то же самое место. Насколько я понимаю, она может крутиться как угодно и поставить ее, развернуть можно абсолютно как удобно, чтобы можно было подавать воду. Мне нравится здесь количество чугуна, мне нравится здесь обратный клапан. касаемо запаха чугуна не знаю, но я знаю одно, у меня сейчас интернет-магазин на реконструкции, я себе буду эти печи заказывать, но не в комплектации без вот этой штуки, а именно с этой штуки. Просто смысл продавать саунную печь человеку, который хочет русскую баню, а большинство покупателей хочет русскую баню, нету. Надо брать вот такую печку обязательно вот с этим чудесным расчудесным прибором чугунном. Итак, ребята, давайте рассказывать, кто уже такую вещь приобрел, делитесь опытом, наработками, пахнет чугуном, не пахнет чугуном, пар какой сухой, сырой, давайте все по чесноку. Я, как небольшой специалист в печах, я просто вижу конструктив и понимаю, что это все должно работать. Но только вы уже можете рассказать, как это все работает. Я предчувствую комментарии касаемо вопроса других производителей, другого производителя, так скажем, одного единственного, который делает печь маленькую, такую же с закрытой каменкой. Я могу ответить вот что. Во-первых, вы наверняка видели мой ролик касаемо этой печи маленькой. Там есть огромнейший бонус, это закрытая каменка. И два небольших минуса, это конструктивная, конструкционная сталь, здесь сталь котловая. Второй минус, там у этой печи, которая рассчитана до девяти кубов, ход газа мне меньше нравится, чем здесь ход газа. Да, выбор небольшой у вас, если у вас маленькая парилка. Либо чугунная закладка, либо закрытая каменка, либо такой дизайн, либо дизайн квадратный, да, но решать вам. Мне вот эти печи, честно говорю, нравятся. Я по чесноку вам все рассказал. Почему я раньше не снимал, почему я снял сейчас. Так что, голосуйте рублем, обязательно пишите отзывы о том, как работает этот чудесный аппарат. И если понравился обзор, ставьте лайк, не понравился дизлайк. Можно устраивать баталии срачи, я просто чувствую, что они будут в комментариях. Так что, ничего страшного, пишите то, что считаете как есть. И не забывайте жать красную кнопку подписаться. На этом прощаюсь. Ссылка на производителя этих печей снизу приоттачена, как всегда. Итак, это Аврора, это Аврора Трио. И чудесный прибор. Если вы зайдете на сайт производителя, каждой печи Авроры там снизу проскролите, увидите как дополнительную комплектацию. Все, всем пока, йоу-йоу-йоу, с наступающим легким паром всех. ПОДПИШИСЬ!